Пресс-конференция депутата Курсовета Дмитрия Маринина, который утверждает, что активистов, посещающих суд над мэром Харькова Геннадьевым Кернисом, хотят посудить по статье «Хулиганский». Сам депутат, которого меняют в организации этих акций, уже побывал на первом допросе. У нас спикер, депутат Курсовета и Константин Чередиченко, юрист. Прошу вас, кто первый начинал. Ну, я, наверное, да. Ну, во-первых, я хотел бы вас поправить насчет утверждает. Я не могу утверждать, я констатирую факт. Фактом является сегодняшнее внесение до единого реестра досудовых расследований уголовного производства. Номер тут не буду я его называть. От 4.09.2015 года прокуратурой Киевского района города Полтавы. По части 1 статьи 96. Ну, коротко, если ее обозначить, как ее, скажем так, короткая фабула – это хулиганство. Это хулиганские действия. Значит, что бы я хотел сказать сразу. Да, я уже побывал на допросе, на первом допросе. На прошлой неделе меня вызвали в качестве свидетеля. Я уверен, что этот допрос для меня был пока в качестве свидетеля, потому что, изучив постанову прокуратуры, я здесь вижу, что господин Кернес со своими адвокатами, понимая о том, что ему удалось договориться со всеми в Киеве, и ему удалось договориться со всеми, я имею в виду с властью, о том, что он будет мэром, о том, что его не будут трогать. Ну, результатом сегодня я отвлекусь. Вдруг уехал в командировку судья, который ведет суд над Кернесом. Сегодня не состоялось заседание суда. Кернес прекрасно понимает о том, что у него, как, не дай бог, случится такое, и он станет мэром во второй срок, у него появятся проблемы в виде уже не депутата Маринина, а в качестве общественного деятеля Маринина, которые вместе с активистами-патриотами все равно будут отслеживать все его действия, тем более, что сегодня у нас есть результаты проверок, у нас есть сегодня результаты того, что на самом деле было и есть сегодня в работе Харьковского городского совета, его коммунальных предприятий, департаментов. И он прекрасно понимает, что многих ему удалось запугать, это номер один, и номер два, это многих ему удалось купить. Это его абсолютно нормальное действие, которое он предпринимал всегда. В отношении меня эти действия он предпринимал тоже, кроме купить, потому что он знал, что меня купить он не сможет. Поэтому это было уголовное преследование. Сегодня рассматривается в суде Октябрьского района города Харькова, рассматривается уголовное дело, которое было сфабриковано по заданию Кернеса. Фабриковал его на тот момент прокурор города Харькова, Попович, который сейчас не знаю, где потерялся. И понятно сегодня дело, которое, скажем так, фабриковалось, и которое фабриковалось на показаниях свидетелей, которых попросту запугивали. И сегодня они дают в суде Октябрьского района абсолютно другие показания. Показания, которые, естественно, не устраивают по стороне обвинения. И это дело просто рассыпается. Поэтому Кернесу сегодня нужно каким-то образом убрать Маринина, чтобы он не мешался. Убрать общественность, которая находится возле него. Это он будет делать любыми способами. Один из таких способов – это возбуждение вот этого вот уголовного производства, причем инициировано оно одним из адвокатов, который защищает Кернеса в суде в Полтаве. Фамилия его Гунченко Александр. И все, что он пишет в качестве, скажем так, обвинения и всего остального, или там подозрения, это все взято им из сети интернет, с сайта YouTube, видео, которые якобы переглянуты им или кем-то. И исходя из этого, мне задавались вопросы следующего характера. «Организовывал ли я действия 28 июля 2015 года, хулиганские действия под Полтавским судом? Угрожал ли я адвокату Плетневой? Оказывал ли я давление на председателя Киевского суда города Полтавы? Захватывал или побуждал ли я к захвату здания Киевского суда?» И вот здесь я хотел бы остановиться немножко, чтобы, немножко больше, чтобы вы понимали, вот по-последнему захват или здание суда. Был ли он или кто-то к чему-то, скажем так, сподвигал? Что это значит? Это значит, что статья 296, если вдруг Маринин будет слишком много говорить, и его, и общественность, которая тоже, скажем так, не устраивает сегодня очень Кернеса и его адвоката, то эта статья может быть спокойно переквалифицирована. И из 296 в 294. Это организация массовых беспорядков, сопровождающихся захватом админзданий, что повлечет очень быстро за собой арест депутата Маринина и некоторых общественных деятелей, которые сегодня так мешают Кернесу. И учитывая то, что сегодня господин Кернес так спокойно в моем понимании продолжает и уверенно продолжает себя чувствовать, то я не исключаю, что сегодня в стране, в Украине, в которой на самом деле сегодня, я считаю, что после революции гидности изменения произошли на 1%, в Харькове эти изменения произошли на 0,0%. Сегодня Харьков живет во времени Януковича, продолжает жить во времени Януковича. Сегодня беспредельщики продолжают быть на воле. И сегодня, независимо от того, что идут огромные хищения, возбуждены уголовные дела в отношении многих директоров коммунальных предприятий, к примеру, Яковлев. Яковлев, который подозревается в хищении много миллионов гривен, сегодня продолжает посещать свое рабочее место и ходит на работу. Это директор жилком сервисе. Поэтому я могу сказать заключение, что я не исключаю, что для того, чтобы, скажем так, закрыть рот депутату Маринину, закрыть рот тем патриотам, которые сегодня не боятся ни Кернеса, ни его окружения, могут начаться аресты. Костя. Ну, собственно, я немножко детальнее остановлюсь только на некоторых юридических моментах. Значит, действительно, Дмитрий Алексеевич на прошлой неделе был допрошен в качестве свидетеля. Перед допросом ему, как это и положено по процессу, было разъяснено, в связи с чем он допрашивается, по какому делу и так далее. На этом этапе что мы узнали? Что действительно Гунченко Александр Вадимович, это один из адвокатов Кернеса, как уже было сказано, сделал заявление в следственные органы о том, что он просмотрел на сайте YouTube видеоматериалы, видеоролики, из которых у господина Гунченко сложилось ощущение, что депутат Маринин совершил ряд противоправных действий. Каких именно? Во-первых, он, Маринин, лично нарушал общественный порядок под зданием суда. И, что гораздо интереснее, что Маринин осуществлял руководство группой лиц, которые осуществляли давление на председателя суда, оказывали сопротивление работникам милиции, захватили часть здания суда, и там угрожали журналисту и оскорбляли оператора съемочной группы, которая там снимала сюжет под зданием суда. Понятно, что сама по себе эта информация абсурдна, потому что если депутат Маринин этих действий не совершал, то и роликов на YouTube, где бы эти действия были зафиксированы, их не может быть, это понятно. Но здесь действительно гораздо больше беспокойства вызывает вопрос квалификации этих деяний. То, что сейчас это расследуется по статье «Хулиганство», причем по части первой, это само по себе еще ничего не означает. Ведь что такое часть первой статьи 296? Это простые действия, нарушающие общественный порядок. Там не идет речь о создании группы лиц, о руководстве такой группы лиц и о каких-то серьезных действительно правонарушениях. А исходя из той фабулы дела, которую я перечислил, есть все основания переквалифицировать на статью 294, организация массовых беспорядков, которая сопровождается захватом админзданий, сопротивлением работникам милиции и так далее. А эта статья, она уже предполагает до 8 лет лишения свободы. И если статья допускает суровое наказание, то уже к подозреваемому может быть применена такая мера, как взятие под стражу. И если Дмитрий Алексеевич полагает, что осуществляется давление на гражданских активистов, то согласитесь, что риск применения серьезной статьи и риск взятия под стражу на этапе досудебного следствия, это серьезный рычаг для давления на людей, которые еще пока не запуганы и имеют смелость выражать свою гражданскую позицию, в том числе и под зданием Киевского районного суда города Полтава. В связи со всем этим было принято решение активно противодействовать. То есть уже на сегодняшний день подготовлено исковое заявление. То есть мы будем добиваться опровержения недостоверной информации, которую господин Гунченко распространил в своем заявлении. Иск об опровержении недостоверной информации уже подготовлен, он будет подан в самое ближайшее время. И, пожалуйста, в суде господин Гунченко будет иметь возможность предъявить эти видеоролики, из просмотра которых у него сложилось такое мнение, и он сделал свое заявление. Спасибо. Вы говорили о том, что по полюсу, например, вам было это и не поедет. Я хочу, чтобы вы все поняли. Да, я расскажу вам сейчас. Значит, если можно, дайте мне пять минут, потому что это действительно очень серьезно, потому что за этим всем последовали интересные очень события. Значит, когда я наступил на некие коррупционные схемы, которые происходили в Горсовете, уже будучи депутатом, мне несколько раз в телефонном режиме звонил господин Кернес, предупреждал меня дословно, что он будет меня кошмарить. Ну, в своем стиле. Ну, это чисто а-ля ГЕПа выражение, мы это знаем, многие это знают. Я не обращал внимания ни на что, я продолжал работать в том направлении, которое я считал как депутат нужным, обличать то, что происходит сегодня в городском хозяйстве. В итоге за мной начались слежки, приезжали в мой двор, под мой подъезд, приезжали и там, где находится у меня загородный дом. Я обращался в милицию, ну, тогда в 2013 году, в 2012 году, это было бесполезно, естественно, власть Януковича, Кернес и Добкин беспредельничали, как хотели, и поэтому результата я никакого не получил, кроме того, что 7 марта, помню дословно, 2013 года Кернес соизволил со мной встретиться по просьбе областного прокурора Тюрина, и я запомнил навсегда эти слова. Я тебе даю три дня на то, чтобы ты написал заявление об отказе от своего депутатства. Или, я говорю, что будет или, если ты это сделаешь, то у тебя будет все в порядке, если ты этого не сделаешь, то мы каждый пойдем своей дорогой. Я встал и сказал, мы уже идем каждый своей дорогой. В 2013 году мне было, я уже жил тогда в Киеве, мне позвонила жена и сказала о том, что ей позвонили следователи и сказали, что прокурор области подписал педозру, потому что как депутату мне подписывают педозру только прокурор области. По статьям 191-я часть 2-я, 366-я часть 2-я. Они искали везде, везде, только на всех местах, где я работал, они были там во всех этих местах, искали документы с моими подписями, ну и таким образом запугивая людей, которые работали когда-то под моим началом, они заставили дать на меня показания, что якобы я кого-то заставлял подписывать акты несделанных работ и хищение, в общем, да. Но по моим данным, мне было также известно о том, что на втором допросе меня должны были предъявить решение суда об аресте, меня должны были кинуть в СИЗО, а в СИЗО я обязательно должен был бы, ну вы сами догадываетесь, как, подписать отказ от депутатства. В противном случае, знаете, наверное, да, догадываетесь, что делают в тюрьме с такими, да. Меня вывезли из страны, я полгода жил в другой стране. После революции гидности я вернулся, и было пару попыток моих адвокатов написать ходатайство о том, чтобы дело было прекращено. Потом на меня выходит неожиданно человек через электронную почту. Сначала в почту ко мне, в мою домашнюю, было подброшено письмо, где была указана электронная почта, четкая формулировка моего дела, статья и предложение о помощи в закрытии этого дела. Стоимость должна была оговариваться при встрече. Я заявил в СБУ, вместе с СБУ мы провели несколько оперативных мероприятий. Доведено это было до передачи денег. Мне было озвучено сумма в 10 тысяч долларов. Была произнесена фамилия Попович, что если я передам 10 тысяч долларов, то прокурор Попович подпишет так называемый отказ от обвинения. И что самое интересное, что этот юноша оказался выпускником юридической академии, который практиковался, проходил практику в городской прокуратуре, как потом это оказалось. Его задержали с поличным. На меру пресечения, когда был суд о принятии меры пресечения, его меня пригласили. Но потом вдруг этот юноша пропал, и дело это все замялось. Дело о взятке, о крупной взятке, вымогательстве, 10 тысяч долларов. И вот две недели назад я узнаю, что оказывается этого молодого человека оправдали. И в оправдательном приговоре суда сказано о том, что я как потерпевший не имею к нему никаких претензий. Но я мало того, что подтверждают документы, но я мало того, что я не говорил о том, что у меня нет к нему претензий. Меня даже не пригласили на заседание этого суда, меня даже не ознакомили с тем уголовным делом, с которым меня, как потерпевшего, обязаны были ознакомить. То есть к чему я это вам все говорю? К тому, что все, что фабриковалось, оно на сегодняшний день рассыпается. И тогда они хотели просто, знаете, они были готовы тогда закрыть это уголовное дело, потому что они знали, что оно рассыпется. Если его рассматривать по сути, то было понятно, что это дело сфабриковано. И сегодня исчезают вот такие вот вымогатели, псевдовымогатели, которые связаны с прокуратурой города были, которые называли фамилию прокурора Поповича. И этот юноша, мало того, он приехал, он мне сказал, извините, Дмитрий Алексеевич, я вам не могу сказать в открытую, кто мне это сказал, но в телефоне я вам напишу. И он мне написал фамилию прокурора в телефоне, просто строчечкой. И это фамилия того прокурора, который как раз сегодня является обвинительным прокурором по моему уголовному делу. Вот вам и весь ответ. Так что пока мы маем то, что маем, да? Спасибо, да. Дмитрий, какова будет все-таки ваша позиция при дальнейшем, возможно, мы уже говорили, я чуть-чуть опоздал, при дальнейшем слушания дела по Кернесу в Полтаве, намерены вы ездить туда, намерены ли вы с активистами дальше как-то привлекать к этому внимание, или все-таки новое производство, место на этой деятельности? Ну смотрите, меня Кернес не смог напугать даже в 2012 году. Как вы думаете, напугают меня вот эти вот бумажки а-ля Кернес и все остальное? Никогда в жизни Маринин, никогда в жизни патриоты, которые сегодня, и их много в Харькове, не будут бояться банального урку, поверьте. Сегодня мы имеем с вами факт того, что... Вот знаете, человеком его назвать-то я не могу. Ну тот, кто рожден системой, и системой причем той 90-х годов, бандитских, когда бандиты приходили к власти, сегодня, к сожалению, этот же объект, он продолжает оставаться на месте. Мало того, он еще продолжает рисовать вот такие бумажки. Поэтому мой ответ – да, да и еще раз да. И более того, мы будем добиваться, чтобы это дело не было спрятано под сукно и не было замятое. Никогда в жизни Кернес не запугает ни меня, никого. Он это прекрасно знает. Единственное, что он может сделать, я же говорю, что попытаться тут сейчас еще что-нибудь нарисовать, но я вам могу еще добавить, по 2012 году инструктаж со мной адвокаты проводили, и я уже ходил с зашитыми карманами, я уже вывозил из своей квартиры, из своего дома чай, потому что я знал, что ко мне в любой момент в карманы могут подбросить все, что угодно, и ко мне домой могут прийти с обыском и подбросить в чай или в другие вещи, остальные вещи. Поэтому, ну, вы поняли, да? Спасибо. Да, пожалуйста, вопрос. Седьмого канала нет вопроса? А мне бы хотелось от вас услышать. Вам все ясно? Это хорошо. Октябрьский суд города Харькова, там это дело идет уже второй год. Это второй год, да, которое было совершенно верно. Это старое дело. Мне еще, пожалуйста, комментируйте, как вы сказали, что вы в допросе задавали вопросы, можете ответить, как вы на них ответили? Организовывали ли вы действия, задержали ли вы плетневые? Ну, как я могу ответить? Вот знаете, как, я вообще плетневая, честно говоря, я только потом узнал, что это молодая девочка, которая там защищает, да, и она там проходила мимо. Ну, первое, я никогда никого не организовывал, второе, я никогда не нарушал порядок, я был законопослушный гражданин. И знаете, как, учитывая особое отношение Кернеса к Маринину, мне нужно действовать крайне осторожно. И последнее я вам скажу. Господин Кернес внедряет, я могу сказать четко, внедряет своих людей вот среди тех людей, которые там находятся. И одна из девочек, таких маленьких у него есть, которая, часто я ее вижу среди охраны Кернеса, она ходила как раз с телефоном и снимала и меня, и активистов. Для чего она это делала, я пока не знаю. И, кстати, хочу вам добавить, забыл совсем сказать. Сегодня я нахожусь под охраной государственной по причине того, что возбуждено еще одно уголовное дело по угрозе физического расправе с депутатом Марининым. Со стороны одного из охранников, господина Кернеса. И уголовное производство, и досудебное следствие сейчас до сих пор длится, и в связи с этим меня обеспечили государственной охраной. Я вынужден охранять, точнее, меня вынужден охранять от физического какого-то воздействия. Что это за угрозы? Это были угрозы после сессии, предпоследняя сессия, 41-я, Харьковского горсовета, когда я выходил из здания городского совета, стояли охранники, и один из них, я не буду называть его фамилию пока, я его знаю давно, это неблагополучные ребята, он там много таких понасобирал. И он дословно мне сказал, если ты будешь дальше себя так вести, то я тебе выбью твою пластинку из твоей головы. И он уже дернулся, возле меня стоял мой знакомый, и он уже был готов, наверное, что-то предпринять, но его остальные охранники, там были близнецы, кстати, они его вовремя, наверное, увели, потому что этот товарищ мог бы, конечно, точно нарваться на более быстрое привлечение к уголовной ответственности. А у тебя вообще из активистов, вы знаете, кого-то еще вызывали? Вы знаете, я могу сказать, что там, в этом деле, есть три фамилии. Фамилия Маринин, фамилия Быстриченко и активист громадского руха «Автомайдан» Сергей Хаджинов. Вот три фамилии таких зафиксировано в этом уголовном, в этой постанове. То есть все проходят как свидетели, то есть объединяем их или нет? Пока, да, пока все как свидетели. Вы, например, просто сказали, что были мне озвучены какие-то сведения неотключен, да, и вы будете требовать продвижения, как правильно называется ваше требование? Понятно, я понял. Смотрите, как, ну, мы должны понимать, да, что мы имеем дело с оппонентами высокого профессионального уровня. И они, когда делают заявление, они делают их осторожными фразами. В частности, господин Гунченко, как мы можем, опять же, судить из постановления следователя, да, прокурора, с которым мы ознакомились, господин Гунченко сообщил, что он просмотрел видеоролики, видеоматериалы на сайте YouTube, которые относятся к 28 июля 2015 года, на которых зафиксированы определенные действия Маринина, которые Гунченко считает там имеющими признаки противоправности. Мы со своей стороны изучили все, что есть в YouTube по данной тематике. Мы не нашли роликов, где была бы зафиксирована деятельность Маринина, где либо он лично нарушает общественный порядок, либо руководит группой лиц, которые там захватывают здания, нарушают порядок, сопротивляются милиции, угрожают съемочной группе и так далее. Поэтому мы считаем, что данная информация является недостоверной, и наш иск будет носить характер об опровержении недостоверной информации. Спасибо еще раз. Все? Спасибо. Что я делаю со седьмого канала? Жаль, что нет вопросов седьмого канала. Очень жаль. Вы просили об этом, что вы не получили вопрос? Допрос был на Ярославской, в городском управлении внутренних дел. Я вам могу вот показать. 18 выросня 2015 року постанова прокуратуры Киевского района Миста Полтавы. А дело открыто 4.09.2015. Допрос когда был? Допрос был в прошлый вторник. В прошлый вторник. Посчитайте там. В прошлый вторник. Игорь Шмидалов, что naught на ocyтора Трити ważного алкоголя? Продолжение следует...